Микс-ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Диагноз недели». В студии работает Вадим Родионов на удаленной связи. Ведущий и автор программы, врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов и объединяет и соединяет нас в эфире. Родион Золотарев, Ариэль, здравствуйте. Добрый день. О чём мы сегодня с вами будем говорить? Я регулярно, благодаря моим пациентам, задумываюсь, что же всё-таки мы делаем в моём кабинете и в чём заключается смысл нашей терапии. И часто бывают разные ответы. И на этот раз, после некоторых случая, задумался, что, в принципе, психотерапия — это есть работа с иллюзиями. Помните в «Мастере Маргарите» сеанс магии с последующим разоблачением? Разоблачением, да, конечно. Да. Какое-то изоблачение не самой психотерапии. Я сравнительно недавно, как ни странно, понял, что жизнь современного невротического человека — это многолетнее накопление послойных иллюзий. Иллюзии, которые влекут за собой одна другую, иллюзии, которые накапливаются, и иллюзии, которые позволяют нам, как бы так сказать, изменить своё понимание этой жизни, как будто её обезвредить, заниматься не тем, что на самом деле в ней для нас важно, и как-то обезвреживать свои проблемы. Ну, простой пример. Ребёнок, я сейчас автоматично накидаю, исходя из опыта моих пациентов, ребёнок, который вырастает, не получая должного внимания, который, не получая его, не в состоянии задуматься о том, что же происходит с моими родителями. Они же большие, взрослые, вроде должны были понимать, как меня воспитывать, что со мной делать, и как меня любить. Такими сложными категориями ребёнок не оперирует. И первое возникающее у него иллюзия, это со мной что-то не так. Кстати, изначальное значение, что иллюзия, латин иллюзио, обман, заблуждение. Но то, чего нет на самом деле, и то, что выдумано, как мы знаем. Ну, если я вспоминаю свой институтский курс в психиатрии, чем отличается иллюзия от галлюцинации? В галлюцинации мы верим подлинность происходящего. Если человек, условно говоря, видит технику чёртиков, когда он находится в психозе, ему они кажутся абсолютно реальными. Человек слышит какие-то голоса, и они ему кажутся абсолютно реальными. Иллюзия, это вроде бы и понимает, что что-то не так. Человек, который видит, как узоры на обоих складываются, какую-нибудь картинку, какую-то рожу, или что-то в духе, он понимает, что это ему кажется, что не мешает бояться всё равно, особенно касается детей. Так вот, первая иллюзия, которая возникает, это ощущение, со мной что-то не так. Если на меня злятся, если меня ругают, если я не ощущаю каких-то важных вещей, наверное, я сам виноват, я плохой человек. Ну, я ещё все очень схематизирую сейчас. Это первая иллюзия. И дальше этим надо как-то жить. И человек взрослее выстраивает отношения с окружающим миром, только исходя из того, что он плохой. А что это значит? Дальше надо прикидываться хорошим. И дальше у каждого свои пути в этом. Кто-то идёт по пути того, что он старательно прикидывает хорошим. Старается угодить всех и каждому. Угодить всем и каждому. Кто-то начинает искренне верить, что он плохой, и начинает вести себя, как будто он плохой. И это тоже некая иллюзия, заблуждение, совершать поступки ему не свойственные. Кто-то, ощущая себя плохим, начинает сознательно навлекать на себя наказание. Если ты плохой, то есть вина. За этим должен следовать кара, наказание. И человек будет сознательно выстраивать свою жизнь, так что наказание регулярно поступало. И дальше вот это наслоение иллюзий приводит к совершенно тяжёлым результатам. То есть человек не живёт своей жизнью. В многокройном самообмане всю свою жизнь. Что из этого может хорошего получиться? Но человек, опять же, степень восприятия, степень критического восприятия, то есть если мы понимаем, что в отличие от галлюцинации, иллюзий всё-таки, это то, что мы можем осознать и можем понять, но в какой момент теряется критическое восприятие своих иллюзий, потому что если их много, если они приобретают такую хроническую форму, то ведь в это можно поверить. Иллюзия может стать для человека той же самой галлюцинацией. То есть мы не будем сомневаться в том, что это иллюзия. Такого не может быть? Если переходят на уровень галлюцинации, то, скорее всего, мы будем говорить уже не о неврозе, а о психозе, о психотическом расстройстве. Ну, в данном случае, это такое косвенное сравнение. То есть галлюцинация как то, чему мы уже верим. То есть не сомневаемся в том, что она реальная. Конечно, это не галлюцинация, но, тем не менее, мы ведь сможем поверить в то, что иллюзия является правдой в какой-то момент? Ну, вот момент здесь ключевой, потому что я думаю, что человек, который искренне поверит, что это правда, что он плохой, ужасный и неисправимый, он, скорее всего, не придёт за помощью. Он будет воспринимать всё, что на него цепится, как нечто заклуженное. И я думаю, что где-то внутри человек понимает, что происходит что-то не то, что в восприятии себя, что в его месте, которое он занимает в окружающем мире, возникла какая-то ошибка. Поэтому эти люди ищут защиты. Или одна из, как мне кажется, трагических человеческих ошибок, мы пытаемся одну иллюзию вылечить другой иллюзией. Ну, например, яркий пример этому зависимости. Допустим, человек зависим от азартных игр. Человек, который себя ощущает в жизни сложно, неуверенно, опять же, потому что он очень не верит в себя, потому что он где-то внутри очень не уверен в том, что он хороший и заслуживает что-то хорошего. Человек начинает искать иллюзорного подтверждения того, что он хороший. То есть он приходит в казино или в игральные аппараты и начинает в некой программе пытаться выиграть. То есть ощутить себя победителем значит ощутить себя хорошим. И ничего, что игра, то, что выиграл в комбинации карт или в комбинации картинок на экране игрального аппарата, это не делает тебя ни победителем, ни хорошим. Но иллюзия возникает на момент того, когда удача сработала, и ты ощутил этот подъем. Эта иллюзия становится для тебя очень привлекательной. Мы получаем очередной слой иллюзии. Мы пытаемся иллюзию своего невезения и неудачи лечить иллюзией победы и удачи. На этом ведь, как мне кажется, построенная концепция поощрения в социальных сетях, потому что лайки, сердечки и еще какие-то эмодзи, которые мы получаем, они тоже ведь культивируют иллюзию любви и значимости, потому что кажется, что если у тебя один лайк... И я даже нередко сейчас стал встречать такой аргумент от своих оппонентов в Фейсбуке, которые пишут, ну вот, посмотрите, ваш пост никому не нужен, потому что там всего два лайка, и ваши эфиры никто не слушает, потому что там три лайка. В то же время, когда, например, там 300, 400, 500 или 1000 лайков, кто-то говорит, ну да, но это же серьезная история, вот там 1000 лайков. Но ведь и то, и другое являются иллюзией как раз, как мне кажется. Это поддерживаемая соцсетями иллюзия твоей значимости или незначимости. Хорошо, что вы это договорили, Вадим. По странному совпадению, я как раз сегодня разговаривал с одной моей пациенткой, которая вспоминала, у нее были периоды одиночества. Я, кстати, думаю, что эта история совершенно не уникальна. Я думаю, что многие, кто нас сейчас слушают, почувствуют, что это знакомо. Эта девушка была очень одинока, потому что она была наделена самыми разными достоинствами. Одинок, потому что она искренне считалась недостойной, не заслуживательной хорошего. На пятницу она сидела одна, по вечерам публиковала какие-нибудь картинки, неважно, в Фейсбуке, в Инстаграме, сидела, всматривалась в экран и напряженно ждала лайков. Она напряженно ждала того, чтобы быть замеченной, чтобы кто-то ее одобрил. Повторяю, это иллюзия замеченности и иллюзия одобрения. И это напряженное ожидание порождало тревогу. Это напряженное ожидание порождало страх. А вдруг меня никто не заметит. Только я так вот просижу в ожидании лайков, они как-то не появятся. Либо слишком мало. И это опять возвращает к ощущению малой собственной ценности. И это опять стимулирует желание и начать искать некое магическое средство, некую иллюзию, которая тебя убедит, хоть в такое-то время, в том, что ты хорош. Но вспомню, сколько классика, честь безумных пронавеет человечеству золотой. И я думаю, что есть люди, способные называть в определенные моменты иллюзию целым народам. Например, вспомним историю нацизма и Второй мировой войны. Звоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Говорим мы сегодня об иллюзиях, в том числе об иллюзиях. Так что присоединяйтесь, рассказывайте свои истории, задавайте свои вопросы врачу-психиатру Ариэлю Резняк-Мартову. Ну вот опять же, я хотел еще один пример обсудить, потому что та аналогия, которая у меня возникла сейчас по поводу субъективного, необъективного или объективного восприятия человеком самого себя, потому что мы знаем, что есть люди, у которых перепады настроений и скорее такой маятник от того, что человек считает себя лучшим, до самоуничтожения практически полного. Это ведь тоже такое иллюзорное восприятие самого себя, когда человека так качает. У него что-то получилось, он считает себя гением, а что-то не получилось, он, в общем-то, втаптывает себя в землю. Ну, если человек зависит только от того, что у него получилось и не получилось, и удача его немедленно возносит, а не удача опускает куда-то в грязь, понятно, что мы говорим человеку, у которого, в принципе, непонятно его место в этом мире. То есть он себя иллюзорно воспринимает? И насколько он вообще важен. Поэтому он только от каких-то конкретных северных стимулов дает какую-то реакцию, или положительную, или отрицательную. Но, тем не менее, можно ли назвать это иллюзорным восприятием самого себя в такой ситуации? Я думаю, что при этом я себя не был иллюзорным. У человека должен доводиться, во-первых, исключением базовой ценности, себя, а это, естественно, происходит на предсознательном уровне. И, во-вторых, человек рано или поздно приходит к этому вопросу. Ну, а вообще, кто я такой и каково моё место в этой жизни? И человек начинает себя смотреть очень часто чужими глазами, не собственными. А мы действительно, ну, мало кто из нас способен себя оценивать только по собственным ощущениям. Мы живём в мире, хотя сейчас часто где-то блуждают всякие поучения, ты должен быть счастлив наедине с собой, независимо от того, что это окружающее. Ты должен испытывать любовь наедине с собой, независимо от того, любят тебя или нет. И мне кажется, это такие высокие мудрства, не поучениям. Но мне кажется, тоже несколько иллюзорными, идеальными. Мы, наверное, есть мудрецы абсолютно независимо от окружающего мира, но большинство из нас такими не являются. Вопрос баланса. Вопрос, насколько мы, грубо говоря, знаем себе цену и знаем свое место в этой жизни. В одной передаче уже говорили, что выражение «знать свое место» обычно используется как нечто неуничижительное. Что-то вроде не высовывайся. Но на самом деле «знай свое место» очень хорошая фраза и очень хорошая идея. Познай свое место в этом мире, какое ты занимаешь, кем ты себя окружил, чем наполнена твоя жизнь и чем, что ты привносишь в этот мир. Очень хорошая идея. Вот мне кажется, человек, у которого есть базовое ощущение себя, понимание себя, он куда менее склонен к продукции иллюзий. Наверное, какие-то иллюзии мы все выстраиваем периодически. Нет никого, кто смотрит на этот мир абсолютно объективно. Но твоя жизнь в основном это поток иллюзий. Или все-таки не настолько. Это хороший вопрос. Но ведь целая индустрия занимается созданием иллюзорного восприятия. Ну, классический пример это модные журналы. Можем заглянуть и отмотать время лет на 10-20 назад, когда, в общем, стандарты красоты, которые там культивировались, приводили к тому, что миллионы девочек, девушек страдали анорексией, потому что пытались приблизиться к идеальному телу, и это приводило к серьезным психическим расстройствам. Это ведь тоже продажа иллюзий, продажа некого стандартного, недостижимого для многих, и вот уже, в общем-то, с такими достаточно печальными результатами. Иллюзия хорошо продается, получается. Иллюзия хорошо продается. Ну, мы можем к этой степени сказать, что вообще произведение искусства тоже некая иллюзия. Можем сказать, что фильм, который нас вызывает слезы, или учащенное сердцебиение, или ощущение соучастия, сопереживания в чужой любви, в чужой истории, тоже иллюзор. Но на самом деле слово иллюзия совершенно не значит, что иллюзия нечто эфемерное. Как мы можем видеть из опыта человечества и личного опыта самых разных людей, иллюзия может быть вполне катастрофичной и разрушительной. Она может производить в жизни вполне неиллюзорные последствия. Где-то недавно была история, сколько-то лет назад, по-моему, в какой-то церкви в Америке одной из многочисленных модификаций разных церквей, священник, который искренне верил, что молитва его защитила из всего, по-моему, он поднес к своему телу ядовитую змею, которая его укусила, он, естественно, убрал. Потому что в данном случае иллюзия против реальности сильной и, в общем-то, убийственной. С одной стороны бессильной, а с другой в системе убил этого человека. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Программа Диагноз недели, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа Диагноз недели, врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов с нами на прямой связи. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Мы продолжаем и говорим сегодня об иллюзиях. Вы упомянули в конце прошлой части о священнике, которого укусила змея, но есть еще более современный наглядный пример. Это как церковь достаточно долго сопротивлялась истории с COVID-19, с коронавирусом и не закрывала храмы. К чему это привело, мы тоже видим. Это та же получается иллюзорная история восприятия или что-то другое? Как вы это видите? Да. Знаете, как это была старая русская поговорка, на Бога надейся, а сам не полошай. Я думаю, что попытки подменить Божий промысел убежденностью, что Бог должен тебя спасти даже в тех ситуациях, в которых тебя спасти не может и не должен. Это частый источник человеческих заблуждений. Я думаю, что иллюзия дает нам такую интересную вещь, как снятие из себя и напряжение, и какую-то ответственность. Вот, например, тот пример, который вы привели, когда человек говорит, я буду ходить на молебны, неважно, о какой религии идет речь, это коллективное богослужение, и считает, что при этом Бог обязан его уберечь, это тоже иллюзия, все, которые приписывают некие свои желания в высшие силы. Что вот она не существует, это личное убеждение каждого. Но возлагать на неё какие-то функции, противоречившие законам биологии, физики и так далее, это явно чисто человеческий заблуждение. У нас только что был звонок, сорвался, напомню ещё раз с телефона прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, Лариса. А вот, скажите, нам внушали, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме. И мы очень многие верили. Кто-то разочаровался, кто-то умер с мыслью, что вот жалко не дожил бы коммунизма. Поверьте, вот это тоже была иллюзия нам мусорная или как? Спасибо. Спасибо, да. Дивный новый мир. Да, ну, наверное, политические идеи очень часто иллюзорны. Но при этом это следование иллюзий наполняет жизнь человека смыслом. И следует иллюзии, он совершает иногда подвиги, иногда ужасные злодеяния. Следует иллюзии, человек может и спасать кого-то, и уничтожать крупное количество людей. Смотрите, на самом деле очень часто очень многими религиями говорят об иллюзорности этого мира. Ну, тот же буддизм, допустим, который, что этот мир иллюзорен, и как раз цель человека вырваться из суеты, из потока иллюзий и слиться с неким абсолютом. Похожие вещи были у некоторых, помните, была какая-то такая эспекта Катары, они же альбикулицы, они упоминались в романе «Анжелика Маркиза Ангелов», «Во имя Розы» у Умберто Эков. Они придерживались точки зрения, что всё земное связано, это промысел дьявола, что всё земное это материальное, это зло, это иллюзор, и люди должны перестать жить материальной жизнью, перестать рождаться в этом мире и так будет побеждено. То есть попытка бороться с иллюзией предлагает другую иллюзию взамен. Тоже очень по-человечески, очень распространённый ход. А если говорить о вере, в том числе о религии, потому что неверующие люди могут воспринимать эту ситуацию, а я неверующий человек, поэтому я говорю как со своей позиции, как культивирование некой иллюзии, потому что нет факта, нет доказательства, и соответственно вера ведь тоже может быть основана на иллюзии существования кого-то или чего-то. Как быть с этим? Может, но здесь и то, и другое не доказуемо. То есть верующие люди могут считать, что атеисты живут иллюзией, что Бога нет, что не ждёт их никакое воздаяние после смерти и сильно заблуждаются и рискуют своей бессмертной душой. Атеисты считают, что верующие люди ограничивают себя иллюзией, религией и вот себя лишают. Есть вопрос веры не доказуемых в принципе. И, наверное, на самом деле мы задумаемся в обществе и любовь можно назвать иллюзией и ещё многие важные свечи можно назвать иллюзией. Но я думаю, что не всякая иллюзия во-первых доказуема, во-вторых, не всякая иллюзия разрушительна. Хотя мы в какой-то влюбленный человек нам кажется прекрасным, лучше всех наследие наполнительным жизнью смыслом и светом. Вдруг эта любовь проходит, мы смотрим на себя и думаем, боже мой, куда я потратил столько времени и эмоций, что оказывается, вся эта любовь и всё совершенное человека было иллюзией. И это, наверное, неизбежные ситуации. Наверное, есть иллюзии, которые приносят в нашу жизнь патологию, а есть иллюзии, которые всё-таки дают вдохновение. Можно сказать, что вдохновение художника, актёра или писателя тоже иллюзорно. То есть иллюзию можно условно разделить на две части, опасную и не опасную? Я думаю, конечно, можем сесть в позу лотоса и сказать, что всё на свете иллюзия, смотреть на всё это снисходительно и думать о неком мире, где этих людей не существует. Я думаю, что мы все понимаем какие-то вещи иллюзорные, но для нас пока мы в них верим, абсолютно реальны. Это не всегда похоже на грацинировочек в психозе. Это кажется по-другому. Но понять, где иллюзия разрушительна, а где иллюзия привносит в нашу жизнь или в жизни окружающих нас людей смысл? Наверное, мы в состоянии. И ещё раз, как я вам говорил, наверное, те ситуации, когда человек пытается одну иллюзорную проблему вылечить другой иллюзией, вот это точно ситуация проигрыша, потому что лечить иллюзию иллюзией явно тупиковый путь. Ну вот вы уже упоминали тему зависимости, если не так радикально, а порассуждать, например, на тему, которая была раскрыта в фильме «Матрица», когда, в общем-то, люди не знают правду о том, что они батарейки и живут в созданном иллюзорном мире, в котором многим достаточно комфортно, и там есть знаменитая сцена «Выбери красную или синюю таблетки, соответственно, ты узнаешь правду или будешь жить и не знать, как на самом деле всё работает, и один из перебежчиков, он как раз хочет всё забыть, забыть ту суровую правду, в которой они жили, и жить в этой иллюзии». Иллюзия в таком смысле, она может быть спасительной или оберегающей, сохраняющей, чтобы спасать какой-то жестокой правды, в которой человек находится, например, на войне, например, опять же, можно вспомнить фильм Роберто Бенини про мальчика в концлагере, где отец создавал ему иллюзию игры, чтобы спасти его психику и спасти его самого, помните этот знаменитый фильм скороносный, это тоже ведь иллюзия, которую он ему создавал, чтобы его спасти. Есть спасительная иллюзия, есть, как вы знаете, разный подход к смертельно больным людям. Кто-то считает, что им надо точно всё сказать, а кто-то считает, что лучше людям до последнего сохранять надежду. И здесь говорить, кто прав, а кто не прав, я, наверное, не знаю. Все ли люди хотели бы знать о себе правду, которые их не на шутку испугать или разрушить. Я думаю, что, кстати, вот на тему матрицы и выбора, когда-то я разговаривал с одним очень зависимым героином человеком, и он мне сказал, а представьте себе, доктор, что у меня есть деньги на героин навсегда, или что я живу на складе полном героин, и мне не светит ломка, мне не светит страдание, мне не придется голодать или воровать, совершать преступления ради наркотиков. Чем плохая эта жизнь? И этот вопрос на самом деле вполне себе философский. Понятно, человек, который сидит на героине, долго, сказать, не проживет в этой зависимости разума. Но если человек хочет, осознанно хочет прожить свою жизнь в иллюзорной эйфории, в ощущении полного ухода от реальности, кто может и может запретить, кроме органов охраны правопорядка и борьбы с оборотом наркотиков? Ну, то есть человек добровольно отказывается от реальной жизни ради того, чтобы жить в рамках другого иллюзорного мира, но это все равно ведь разрушение? Или все-таки здесь как раз включается такой, может быть, либеральный принцип, если хочешь себя сам убивать, убивай? только не давай делать это другим и не способствуй это. Ну, мы же понимаем, что разрушение не всегда осознанно, что очень часто люди, о которых мы говорим, это люди, которые, ну, в общем, в уме, они не хотят верить в то, что это их разрушает, что они умрут, они находят массу оправданий, массу теорий, теории времен еще хиппи, как-то фраза звучала, наркотики, это черный ход к Будде и тому подобные вещи, или какие-то философские концепции, или псевдонаучные концепции и тому подобные вещи. Поэтому, мне кажется, в итоге мы опять упираемся в то, насколько конкретный человек способен осознать иллюзорность с одной стороны своих взглядов и мировоззрения, а с другой стороны опасность этой иллюзии для него. Мы всегда упираемся в итоге в выбор конкретного человека, а выбор, увы, ограничен как угодно, генетически, личностной историей, границами интеллекта, наличием социальным строем в той стране человека находится, его отношениями с окружающими его людьми, родственниками, любимыми, друзьями и так далее. Масса факторов, к сожалению. Но то, что называют субъективным, ведь это тоже в какой-то степени наши иллюзии, потому что есть люди, которые способны критически воспринимать в том числе и себя, и свою субъективную оценку, а есть те, кто не способен и выдает ее за объективную. То есть, человек, который говорит, я знаю правду, потому что так сказали по телевизору. Соответственно, он ведь живет в этом ощущении иллюзии собственной правды, хотя это субъективное восприятие. То, что субъективно, это часто иллюзия, так ли это на самом деле? В общем-то, да. Мы прекрасно понимаем, что были, есть, будут философские, религиозные и прочие концепции, которые постепенно исчезают из реальности. Ну, как пример, куда-то давным-давно делись и остались только в учебниках мифологии боги древней Греции. Куда-то давно делись и исчезли боги викингов. Ну, где-то остались, наверное, отдельные чудаки, к которым поклоняются. И еще множество теорий и идей условно-бытия. Но пока они существовали, пока они были действующими, они влияют на человеческие судьбы, на человеческие жизни. А теория заговора, кстати, очень популярная история, которая снова получила второе дыхание, очередное дыхание, скажу так, в связи с эпидемией COVID-19. Это ведь тоже некий поиск простого ответа на сложный вопрос. И тоже иллюзия, в которую многие верят и распространяют. Я уже не говорю про такие примеры, как люди, которые верят в плоскую землю, но тем не менее. Я боюсь, что пока на свете останется уже хотя бы один человек, будут живы теории заговора. Я не знаю, способны ли животные генерировать теории заговора, но люди точно способны и очень это любят. И, конечно же, теория заговора прекрасный способ для поддержания иллюзий собственной значимости. То есть сакральное знание, которое доступно... Меня не проведешь. Я знаю о заговоре Ротшильдов, вот, злополучный Билл Гейтс, который, как известно, всех хочет чипировать, а потом начинает сокращать население Земли методично. и еще множество, множество, множество разных теорий. И везде это ощущение, что меня не проведешь, то есть я очень умен, везде это ощущение, что я сейчас разоблачу силы зла, и, значит, я автоматически принадлежу к силам добра и света. То есть это бесконечная история. Это бесконечная история, потому что вечный поиск человека, искрительская фраза, потому что все не просто так, за этим что-то стоит. Вот за этой фразой может скрываться все, что угодно, в том числе и поиск бесконечно во всем виноватых заговоров, которых ты разоблатишь и победишь. И этому, кстати, посвящено очень много романов, фильмов и так далее. Ну, а правда может стать иллюзией, потому что у Рея Брэдбери в «Марсианских хрониках» есть эпизод, где прилетели земляне на планету и им не поверили, что они с земли стали водить по психиатрам местным и так далее. В конце концов они сходят с ума. То есть когда правда становится иллюзией, ее умышленно делают иллюзией или обманом. А в реальной жизни что-то такое происходит, когда правда, факт подвергается сомнению и потом не сводится до уровня уже, в общем-то, какого-то иллюзорного представления. Смотрите, если мы уходим сейчас в философскую опасную стезю, кто из нас знает, что такое правда? Возьмем факт, например, того, что человек живет на земле. Хотя живет и человек на земле. Если не погружаться в какие-то религиозные, философские дебри. Но я стараюсь думать в тех категориях, в которых я ощущаю, что я могу как-то повлиять. Для меня точно правда, что человек страдающий зависимый, разрушает свою жизнь и жизнь окружающих. Для меня правда, то, что страдающий депрессией разрушает свою жизнь и жизнь окружающих. Для меня правда, то, что страдающий депрессией может покончить с собой, и так бывает, к сожалению, из тех самых иллюзорных идей, что это безнадёжно, никто не поможет, его не спасет. Это те вещи, где я ощущаю, что иллюзия точно разрушительна, где я в своей работе могу на это как-то повлиять. И если человеку становится лучше и обретает в жизни смысл, можно, конечно, иронически высказать, что я оборву иллюзию смысла. Может быть. Если эта иллюзия идёт на пользу ему, если он чувствует в ней хорошо и не разрушает окружающий мир и себя, значит, пусть так оно и будет. Но депрессия и человек, находящийся в депрессии, это человек, находящийся в иллюзорном состоянии? То есть можно... Депрессия — это искажённое восприятие реальности. Депрессия, как я часто говорю, в момента центра, то ты смотришь на мир через такие чёрные очки, через которые всё хорошее видится плохим, а всё плохое видится абсолютно безнадёжно. И когда депрессия излечивается, я до сих пор помню, как одна моя пациентка, молодая девушка, кстати, и, кстати, тот случай, когда удалось вылечить депрессию без помощи антидепрессантов, в психотерапии, она сказала, «А вы знаете, что я только сейчас осознала, что я последние годы смотрела на весь мир, он был серым. Он был серым и бесцветным. И вдруг, как будто кто-то протёр грязное окно или ещё что-то. Я знал, что мир есть краски». Можно сказать, что одна... Ариэль, слышите ли вы нас? Я смелась на другую. Но что здесь у нас возникает та ситуация, когда депрессия совершенно точно искажённый, иллюзорный взгляд на реальность. В данном случае получается, что медикаментозное лечение и вот то, что происходит на химическом уровне в нашей голове, это тоже... То есть, условно говоря, снижение уровня серотонина – это то, что стимулирует создание иллюзий. То есть, химически, органически это тоже можно объяснить, получается? Можно объяснить. Наверное, почти всё можно объяснить на уровне химии, на уровне человеческой нейрофизиологии и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, да, и, наверное, и у галлюцинации есть своя какая-то биохимическая основа. Но, наверное, если мы можем с помощью медикаментов или психотерапии вернуть человеку куда более реалистичные мироощущения, значит, в какой-то степени иллюзорности восприятия им жизни с нашей помощью уменьшилась. Можно сказать и так. Есть люди, которые вообще начинают скептить любому понятию нормы. Я всегда говорю, что если есть норма, скажем, уровня сафора в крови и уровня эритроцитов в крови, можно считать иллюзией. Но если эти нормы сильно нарушаются, мы очень быстро почувствуем реальные материальные последствия этих нарушений. Ну вот, опять же, хочу вернуться к теме зависимости, когда, скажем, человек, который употреблял наркотики, перестаёт это делать, но погружается в другую зависимость, например, идёт в секту. То есть это вытеснение, с другой стороны, одна зависимость, наверное, легче другой, и, соответственно, несёт меньше проблем. Насколько вот эта заместительная терапия, аналог героиновая и метадоновая программа, он в борьбе с людьми при тяжёлых стадиях всё-таки действенен? Как вы это оцениваете? Я думаю, что если человек находит, неважно, в секте или в церкви, в церкви вообще условное понятие, все нынешние большие религии когда-то, наверное, были сектами, я думаю, что если человек вместо того, чтобы убивать себя теми же наркотиками, идёт какую-то религиозную структуру, которая не призывает его убивать грешников, которая не призывает его причинять вред окружающих, кто призывает его не разрушать организм табаком и алкоголем, и наркотиками, кто призывает его делать добрые дела, или это должен ходить куда-то регулярно, молиться, и у него от этого на душе спокойно, и он начинает быть частью социума, ему гармонично, то, наверное, если это иллюзия, это очень полезная иллюзия. Кто мы такие, чтобы кому-то указывать, должен во что-то верить, как не должен. Наверное, я за собой такого права не ощущаю. Ну и у нас буквально несколько минут остаётся до эфира. Традиционный вопрос, когда стоит задуматься, что что-то не так? Ну, мы задумываемся, что что-то не так, когда нам становится не так. Когда мы ощущаем, что у нас плохо на душе, когда у нас происходят какие-то в жизни неудачи, неуспехи, потому что удача – это вопрос везения, снова и снова происходит, значит, речь не о везении. Когда мы начинаем замечать, что рядом с нами несчастные окружающие нас люди и тому подобные вещи. Вот когда всё это происходит, и нам плохо, и у нас плохо, и у нас есть некая идея, которая вдохновлена нас снова и снова подводит. Хороший повод задуматься, насколько иллюзорны мои взгляды на себя самого и на этот мир, насколько мои представления в этом мире и в основном месте в нём заслуживают пересмотра, насколько мы способны по крайней мере с чательной помощью задуматься и посмотреть на себя со стороны. Вот на самом деле художники, хорошие фотографы дают человеку возможность увидеть себя со стороны, увидеть себя как-то неожиданно, по-другому. То же самое происходит, человек идёт на психотерапию, вдруг видит и понимает о себе вещи, которые раньше просто не замечал, не знал, каким он может быть или каким он был. Да, Ариэль, слышали у нас? Когда-то. Наверное, так. Спасибо вам. Ну что ж, мы на этом сегодня завершим программу. Диагноз недели. Врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов был с нами на связи.